Приветствую вас. Читая ваш вопрос, у меня сложилось впечатление, что он, ваш запрос, касается в основном того, что вы не можете определиться с тем, как дочь реагирует на мужчину и на его жену. Я сложилось впечатление, что вы не уверены ни в нём, ни в его новой супруге. Наконец, мне сложилось впечатление, что вы не очень-то хорошо представляете, как ваша дочь сейчас воспринимает, ну, вообще крушающее. Потому что она больна. Болеет, в смысле, лечились у невролога. И вы знаете, вот если отец девочки на неё кричит, если отец с девочкой ведёт себя неподобавивающим образом, то вы имеете полное право никуда её не пускать. Вы имеете полное право, руководствуясь с безопасностью ребёнка, не отпускать его с отцом и к незнакомой женщине. Но, естественно, это вопрос суда в большей степени, потому что этот вопрос решается в юридической плоскости. Говоря о поведении, говоря вообще о ситуации с точки зрения психологии, здесь мне нужно спешить и агрессировать. Вот вы не знаете, какая жена у вашего мужа новая, но у вас уже составлено впечатление какое-то. Мужчина говорит, я хочу забрать ребёнка и познакомить её с твоей новой супругой. Ваше законное, естественное, инстинктивное желание как матери узнать. А с кем же, собственно говоря, будет ваша дочь? С кем она будет? Что за человек такой? Может, вы не захотите с этим человеком своего ребёнка оставлять? Может, этот человек будет настраивать вашу дочь против вас? Вы же не знаете. Соответственно, что нужно? Нужно настоять на том для начала, чтобы познакомиться самостоятельно с вам, с его супругой. Поговорить с ней, узнать о ней что-нибудь, составить мнение, впечатление. Может быть, обсудить это мнение с друзьями, с вашими. И решить, вот вы хотите, чтобы ваш ребёнок с этим человеком был или нет. И если нет, то опять-таки, вопрос тогда нужно решать судебную плоскость. Потому что муж хочет одного, вы хотите другого. Всё это по поводу ребёнка. И здесь очень важно, конечно, мнение девочки. Но если девочка у вас, как бы, лечилась у невролога и испортила себе психику, то думаю, что судья может поднять вопрос о том, насколько девочка даёт отчёт себе в том, что она делает и что говорит. Соответственно, вы тогда в таком случае наглашаетесь опекуном, представителем её интереса в большей степени. То есть, вы сами определяете, что для неё лучше будет. Вот этого можно отследить добиться. Этого можно достичь. И тогда вашему мужу, бывшему мужу, придётся договариваться с вами о том, что делать с дочерью, как она будет проводить выходные и так далее. Ещё раз. Как мама, вы не имеете полное право не отдавать дочь туда, где вы не уверены. Потому что, ну, вы последний взвёзд, да? И это понятно. А раз муж доверия не, значит, вызывает, то, как бы, ничего удивительного в вашем решении нет. Если хотите, чтобы дочь общалась с отцом, хотя у меня отложилось впечатление, что общаться они не очень хорошо, то эти крики и, в общем, лишения взаимные ребёнка как-то не способствуют тому, что можно говорить о благожелательном общении, но да ладно. Если мужчина хочет общаться с ребёнком, то он общается на территории нейтрально. То есть пусть они с его новой супругой приезжают, допустим, к мам, и вы сперва вместе, все вместе проводите время и с дочерью. И если вас всё устраивает, то потом вы уже будете оставлять дочь с ними двумя наедине. То есть тут всё решается через плоткость договора. И важно, чтобы ничего не вредило вашему ребёнку. Наверное, это самое главное. То есть вы можете сказать на 100% с уверенностью, что отец не навредит вашей дочке. Он же уже, по сути, ей вредит. И не может, потому что доверия нет к нему. И раз так, то вы и опасаться имеете полное право. А за незаконные действия с ребёнком мужа вообще могут лишить родительских прав, если постараться. Поэтому определяться нужно в первую очередь интересами ребёнка, его защищённостью, его стабильностью, его здоровьем, как психическим, так и физическим. И если вы считаете, что где-то что-то не так, если вы считаете, что где-то что-то угрожает вашему ребёнку, то, соответственно, этого делать не нужно. И муж может сколько угодно тыкать вам договором, кричать, что это прописано и так далее. Любые договора, любые решения всегда по вопросам, связанным с детьми, решаются всегда в пользе детей. И если ребёнку грозит опасность, или может грозить, или нет 100% уверенности, то, простите, нейтральная территория под вашим контролем. Имеете полное право. И так идут, что с отцом пообщаются, и вы будете спокойны за неё. Так как всё-таки именно вы, а не он, несёте за неё ответственность. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен вам. А пока желаю вам всего доброго. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok